всем приветики я хотел бы вам показать программу для конвертации и ее настройки речь пойдет про программу handbrake у меня есть и две другие программы xilisoft video converter ultimate и movavi converter 18 самое интересное что две вот эти программы они платные но они работают хуже чем вот эта программа handbrake которая бесплатная получается вот так выглядит программа и когда вы добавляете в нее файл у вас открывается такого-то кошка то есть вы просто перетягиваете в нее файл и программа сама определит пресет для нее дальше вы просто нажимаете оптимизировать для веба если вы собираетесь загружать в интернет чтобы проще было воспроизведение в размерах я отключал а на формирование и отключил фильтры сразу я их нет не отключил они почему-то включены по умолчанию и у меня картинка начала мерцать и поэтому мне пришлось еще раз перри переконвертировать а это два часа времени занял еще два часа потому что я переконвертировал и тогда уже с выключенным фильтрами все было нормально видео стоял постоянную частоту кадров и битрейт который выбираешь сам потому что когда выбираешь постоянные постоянное качество ты знаешь какой получится битрейт а здесь ты прям указываешь что битрейт который который тебе нужен я вот такой вот поставил но но она все равно 3 дела и когда получилось было 22 400 хотя стал 00 вот профиль ставил высокий и уровень 42 оставил воде тоже все ставил на максимум субтитры удалял потому что их нету и главы оставлял вот такие вот настройки и то что из него вышло получается вот файл с которого мы конвертировали а вот это уже то что вышло с программы handbrake ну и можно видеть что по размеру они практически одинаковые разве что отконвертированы чуть меньше потому что здесь 22 4 а здесь 22 5 поэтому чуть меньше ну а так если на них взглянуть на их характеристики то они практически одинаковые переконвертировал я потому что мне нужно было 40 фпс которые тут превратить в 30 потому что youtube почему-то плохо работает 40 фпс ами он когда заливаешь на youtube видео начинает лагать как будто там не 40 а 20 фпс а когда 30 фпс заливаешь то все нормально ну и конвертер сюда добавил дополнительные параметры которые думаю может и тупу помогут лучше обработать видео ну а все остальное также разве что если вот стало меньше хоть я и ставил в аудио 512 здесь стало почему-то 426 но так в целом принципе все одинаково и вот если сравнить картинку то есть допустим вот мы открываем видео это той из которого конвертировалась перейдем откуда-нибудь я не знаю на 4 допустим 12 ну и да и дальше можно погортать как она там выглядит все вот кадриками так посмотреть примерно по сравнивать ну и можно увидеть что примет ну как выглядит как выглядит картинка теперь перейдем сюда это уже от конвертированное видео тоже перейдем на ту же на тот же момент вот он 412 точно так же выглядит погортаем его и видим что картинка такая же такая же качественная то есть как будто бы ничего и не изменилось все точно так же вообще но то есть посмотреть то как будто бы предыдущие видео смотришь то есть картинка но вот абсолютно такая же вот так что это довольно таки хороший конвертер мне он понравился многие кто в интернете им пользовался тоже пишут о том что это хороший конвертер по сравнению с xilisoft и movavi намного лучше то есть когда конвертируешь через xilisoft или movavi и смотришь картинку то замечаешь что качество стало похуже а здесь смотришь на картинку и разницы особой не видишь поэтому это реально хороший конвертер вот именно про его про этот конвертер его настройки я хотел вам рассказать так что если вам нужен хорош хороший конвертер то это хэнд баррик возможно еще есть какие-то хорошие конвертеры но я пока что нашел вот такой конвертер ну а на этом все всем покеда